В зимнее время кожу надо больше питать и насыщать витаминами и минералами. Конечно, хочется найти такое идеальное средство, которое будет питать, увлажнять и защищать кожу, действовать быстро и надежно. А еще хочется, чтобы уход был несложный, не отнимал много времени, да еще и недорогой. Уверена, что смогу предложить вам как раз такое средство. Но сначала хочу вас пригласить подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Но самое главное, я приглашаю вас в мое сообщество. На главной странице канала находите раздел «Сообщество» и добро пожаловать. Есть такая фишка на ютубе. Вы уже в курсе? В сообществе можно выкладывать посты и под ними общаться в комментариях. И общение получается очень живое, в таком тесном кругу друзей. Ну а теперь давайте обратим внимание на козье молоко. Оно содержит кальций, железо, магний, витамин А. А также жиры, каротин, линолевую кислоту и казеин. Это значит, что козье молоко питает и увлажняет нашу кожу, возвращает ей упругость и эластичность. То есть замедляет процессы старения. Сегодня козье молоко можно купить и в супермаркетах. Главное, чтобы оно было действительно качественное. Зашла в один из супермаркетов Варны. И вот здесь на полочках стоит, пожалуйста, фермерское козье молоко. Кисело мляка. То есть это то, что мы привыкли называть йогуртом. Так это ещё лучше. Потому что кислое молоко – это прекрасное средство для лёгкого такого химического пилинга в домашних условиях. Оно само по себе хорошо увлажняет кожу и ускоряет выработку собственного коллагена. Здесь предлагается различная степень жирности. И, конечно, для своей кожи я возьму самое жирное – 6,5%. И смотрите, какое оно густое. Просто очень, да, такое густое. Маску приготовим такую, которая прекрасно подойдёт и для лица, и для зоны вокруг глаз, и для шеи, и для декольте, и для рук. Словом, пять в одном. Итак, для этой маски нам сегодня понадобится козье молоко. Это у меня кисело мляка. Качественный хороший мёд. И овсяные хлопья. Здесь вот у меня чайная ложечка размолотых хлопьев. И я добавлю ещё сою. Но это уже как по желанию и по наличности. Итак, берём 2 столовые ложки козьего молока, 1 чайную ложку мёда и 1 чайную ложку овсяных хлопьев. Или половину чайной ложки овсяных хлопьев и половину чайной ложки сои. Этого количества хватит как раз для нанесения на лицо. Соответственно, все индигредиенты увеличиваем в 2-4 раза, если будем наносить на шею, декольте и руки. Полученной массе даём настояться минут 15 и наносим на кожу. Сверху прикрываем пищевой плёнкой. На руки можно одеть перчатки. Через 25-30 минут смываем тёплой водой и наносим крем. Используйте эту маску в зимнее время 1 или 2 раза в неделю. И вы увидите, как ваша кожа преобразится. Ставьте ваши лайки. И жду вас в своём сообществе на канале. Там буду рада ответить на вопросы и обсудить с вами ваши результаты. Продолжение следует...